Сезон о заготовках мы начинаем с пельменей. Почему с пельменей? Потому что пельмени это такая история, она про семью, про традиции, про быт, про то, что когда одним прекрасным воскресным вечером или воскресным днем семья собирается перед большим столом, это то, что останется не только для нас, это то, что останется еще и нашим детям. Я поделюсь рецептом моего любимого пресного теста, но мы будем делать его по примеру заварного теста. Почему заварного? Оно делается очень быстро, оно делается очень просто и оно по текстуре более шелковистое, нежное, воздушное и пельмени и демсамы, которые мы тоже сегодня будем делать, получаются просто невероятно вкусными, нежными и готовятся очень быстро. Что я делаю? У меня здесь уже просеянная мука, здесь у меня на плите вода, нам нужна будет лопатка и немного соли. Я сразу подсаливаю тесто и начинаю выливать горячую воду, непрерывно замешивая. Я не очень люблю работать лопаткой, я люблю работать руками, потому что когда вода горячая, помимо того, что тесто замешивается с водой быстро, то есть оно еще как бы замешивается еще и паром. То есть буквально за несколько минут мы вымесили очень нежное, мягкое, эластичное тесто и сейчас мы отправляем его в холодильник на полчаса. Сегодня мы будем делать два разных вида пельменей, то есть это классические наши русские пельмени, но немножко в такой авторской обработке. И мы будем делать динсамы из свиного фарша и креветок, потому что у нас остались креветки. Туда же пойдет лук-порей и китайская капуста. И мы сделаем сегодня классические пельмени из куриного фарша, сыром пармезан, обжаренным луком и чесноком, петрушкой и тархуном. Фарш у меня уже готов, здесь нет никаких секретов и все о купажах фарша вы можете узнать из нашего мясного сезона. Нарезка у меня уже готова, все нарезано мелким кубиком, кроме китайской капусты, которая нарезана соломкой. Нарезка мелким кубиком позволяет гораздо лучше обжарить овощи и придать им нужную текстуру, чтобы вместе с фаршем они гораздо лучше гармонировали. Сначала мы разогрели сковородку, это важно. Потом мы добавляем сливочное масло и на сливочном масле мы обжариваем лук и чеснок. Мы обжариваем до красивой карамельной корочки. Я очень люблю жарить на сливочном масле, потому что оно дает, во-первых, невероятный аромат, такой немножко ореховый привкус. На мой взгляд, оно гораздо нежнее и намного лучше гармонирует с куриным фаршем. Туда же мы сейчас порежем петрушку и тархун и добавляем в наш фарш. Как только лук стал немножечко прозрачным, мы выключаем огонь, даем ему немножко остыть и вмешиваем в наш фарш. Сюда же добавляем сыр и перемешиваем. Смотрите, здесь в курином фарше мы использовали куриное бедро, потому что оно жирнее. Плюс, как я уже сказала, лук мы обжарили на сливочном масле, потому что это тоже даст определенную сочность и жирность. Плюс у нас здесь помимо лука, чеснока, обжаренного на сливочном масле, у нас здесь зелень, которая тоже даст сочность. Мясо – это история, которая как русская рулетка. Никогда не угадаешь, насколько оно сочным будет или не будет сочным. Вы вымешиваете фарш, вы видите, что он не глянцевый, что он не блестит, что он такой немножко суховатый, я добавляю туда немножечко водички. То есть это тоже даст определенную сочность. Видите, картинка уже немножко поменялась и фарш стал более воздушным, более нежным и более красивым. Один фарш готов. Сейчас мы делаем второй фарш. Это фарш на димсамы. И я хочу немножко обжарить лук-порей на кунжутном масле. Мы ждем, пока масло разогреется. И обжариваем на нем наш лук-порей буквально несколько минут. Смотрите, здесь еще есть такой момент. У меня остались креветки. Мы их немножко почистим. Режем в фарш креветки достаточно крупно. Рубим креветки, так как удобно. Вообще, если мы говорим про Азию, для азиатов нет разницы между белком. Они совершенно спокойно могут смешивать свинину, говядину, креветки, рыбу и все это называется белок. Поэтому я спокойно смешиваю так, как меня учили это делать в Азии. Выкладываю сюда лук. Слегка прогретое кунжутное масло с луком-порей дает просто невероятный аромат. Добавляю туда же порезанную китайскую капусту, творожный сыр для мягкости и добавляем сюда немножко устричного соуса и немножко чили. Перемешиваем. Творожный сыр дает фаршу мягкость. Китайская капуста, которую мы порубили соломкой, она будет немножко хрустеть на зубах, что тоже придаст определенную текстуру и свежесть. Наш фарш готов. Наше тесто полежало в холодильнике полчаса. Сейчас мы его разворачиваем. Смотрите, какое оно нежное, мягкое, эластичное. Мы подсыпаем мукой стол. Я делю его на две части. Одна часть у нас будет для димсамов, другая часть для пельменей. Скатываем его в колбаску. Сейчас посмотрим, сколько получится. Но обычно из этого количества у меня получается где-то 12 равных частей, может быть, даже больше. Примерно каждый кусочек должен быть в районе 4-5 сантиметров. Дальше я формирую тесто руками и слепляем края. Чем я очень люблю это тесто, которое делается на горячей воде, заварное, тем, что достаточно долго сохраняет свою воздушность, свою текстуру и шелковистость. И не нужно брать стакан воды и засохшие кончики смазывать водой. Ну что, наши пельмени готовы. Сейчас самое время отправить их в морозилку. Как правильно замораживать пельмени? Я беру плоскую доску, пергамент, присыпаю мукой и отправляю в морозилку. Теперь я раскатываю тесто на димсамы. Я буду раскатывать его старым бабушкиным способом, то есть большой лист и вырезать стаканом. Димсамы от пельменей отличаются только способом их формовки. Они немножко по-другому формуются. Присыпаем тесто мукой и раскатываем. Видите, оно прям такое чувство, что это не тесто, это масло. Оно раскатывается прям нежно-нежно. Вот за это я очень люблю этот способ приготовления теста на горячей воде. И сейчас любым стаканом просто беру и вырезаю кружочки. Но я очень люблю это тесто, оно достаточно эластичное, поэтому я предпочитаю брать формы поменьше, потому что оно еще и при формовке, оно очень хорошо растягивается. Иногда бывает так, что не получается вырезать ровный край, но вот эти вот маленькие такие закругления, мы потом дотянем его до нужной формы руками. Мы берем наше тесто, немножко растягиваем его руками, берем начинку, кладем ее в центр и залепляем края. Ничего страшного, если начинка будет вырезать, просто смело ее запихивайте обратно пальцами. Это тесто достаточно эластичное, оно позволяет с собой такие эксперименты. И смело просто руками формируйте вот этот вот красивый гребешок. На самом деле пельмени, будь то наши, будь то китайские, будь то итальянские равиоли, это конструктор. Вы можете добавить в тесто любую муку, вы можете заварить или замешать его любым понятным, или доступным, или известным и для вас способом. Это вопрос вкуса, это вопрос разных рецептур, но если вы действительно хотите получить вкусную, полезную, разнообразную еду, то не бойтесь экспериментировать, не бойтесь добавлять разных вкусов, разных ингредиентов, и у вас все получится. Итак, мы с вами сделали пельмени, мы с вами сделали один самый, но еще один, и на мой взгляд, не менее прекрасный способ использовать вашу морозилку, это сделать домашнюю пиццу. Вот она у меня есть, она из морозилки, прекрасная, замечательная, через 15 минут она будет готова. Что нужно для того, чтобы сделать тесто для пиццы? Тесто для пиццы это такой же конструктор, как и тесто на венцамы и пельмени. Вы можете добавить туда любую траву, которая вам по вкусу, то есть вы можете добавить туда базилик, вы можете добавить туда орегано, вы можете добавить туда тимьян, розмарин. Тесто на пиццу любую специю, любую приправу прекрасно воспринимает на вкус. Мы берем немножко сахара, мы берем дрожжи, это свежие дрожжи. Если мы говорим про свежие дрожжи, смотрите внимательно на срок хранения, потому что если сухим дрожжам ничего не будет, то для свежих дрожжей срок хранения он принципиален. Мы берем немножко соли, перемешиваем и добавляем в муку. Перемешиваем, добавляем масло и добавляем орегано. Если вы используете сухие дрожжи, то их нужно ровно в два раза меньше, и в отличие от живых дрожжей, они должны немножко постоять в теплой воде. Мы вымешиваем тесто до однородной консистенции и даем ему немножко настояться, чтобы оно созрело минут 30-40 под пленкой. Мы накрыли тесто пленкой. Я просто оставляю его под пленкой или под теплым полотенцем при комнатной температуре где-то на час. В пицце есть два главных компонента. Это тесто, которое у нас уже готово, и соус. Сейчас я сделаю упрощенный вариант соуса. У меня здесь протертые помидоры, у меня здесь базилик, чеснок, немножко сахара, немножко соли. Если вы хотите более насыщенный вкус и менее водянистый, можно будет эти помидоры, этот соус немножко проварить в сотейнике буквально 3-4 минуты. Но если у вас нет времени или вы спешите, то совершенно спокойно можно сделать это и без термической обработки. Я выливаю помидоры, сахар, немножко соли, немножко базилика я положу сюда в соус и немножко оставлю сверху на пиццу. Чеснок и блендер. Я буду использовать для пиццы солями, моцареллу и грибы, но вы можете делать все, что есть в вашем холодильнике. Пицца – это тоже такой универсальный конструктор, если у вас есть маслины, оливки, остатки сыра, вплоть до того, что даже остатки вчерашней картошки. Когда я была в Неаполе, хозяйка гостиницы все, что осталось от вчерашнего ужина, положила в свежее тесто для пиццы. Поэтому это абсолютно допустимая история. Главное, чтобы ничего не пропадало, и главное, чтобы все продукты были хорошего качества. Наше тесто постояло. Я перекладываю его на пергамент, посыпаю мукой и раскатываю. На самом деле я очень люблю домашнюю кухню, и вся итальянская кухня, она в основном именно домашняя. И поэтому не нужно сильно заморачиваться с формой теста, чтобы был прям идеально ровный круг. Даже когда он не идеально ровный, он как-то выглядит более естественно. Я постараюсь раскатать максимально тонко, где-нибудь так на полтора миллиметра, чтобы было тесто, потому что оно все равно еще немножко поднимется в духовке. Вот такой вот толщины, где-то около миллиметра, я думаю, что будет вполне. Если мы говорим про пиццу для морозилки, про заготовки впрок, то мы поступаем с ней ровно так же, как поступали с пельменями и димсамами. Мы сначала немного замораживаем тесто, потом вытаскиваем его из морозилки, затем наносим на него соус и все ингредиенты, колбасу, моцареллу, грибы и снова замораживаем. Но если мы хотим, чтобы эта пицца была готова прямо сейчас, соответственно, мы и соус, и все ингредиенты кладем и отправляем в духовку. Сейчас я покажу вам, как собрать пиццу, если вы хотели приготовить ее сразу. И плюс мы не забываем про наши пельмени и димсамы, которые лежат у нас в морозилке, поэтому... Сейчас я достаю большую кастрюлю, наливаю туда воду, ставлю ее на огонь, делаю пиццу, распределяем соус по всей поверхности, немножко не доходя до края. Самое главное в пицце, чтобы у вас осталось тонкое хрустящее тесто, а это достигается в первую очередь и качеством теста, и не в последнюю очередь тем, сколько ингредиентов у вас на пицце. Если вы положите гору ингредиентов, то вместо пиццы у вас будет овощное, мясное или какое-либо другое рагу на тонкой хлебной корочке. Сейчас я покажу вам то, ради чего задумывался весь этот сезон. Когда у вас в морозилке есть заготовки, приготовить это все дело ровно двух минут. У меня есть замороженная пицца, у меня есть демсамы, у меня есть пельмени. У меня есть духовка, которая разогрета до 250 градусов вместе с противенем, это важно. Здесь у меня стоит сотейник с нагретой водой, я ставлю на нее пароварку и выкладываю демсамы. Накрываю крышкой. И выкладываю наши пельмени в кипящую воду. Для вкуса в кипящую воду я добавила соль, душистый перец, лавровый лист. Самое главное, что вы должны понять и принять как данность, если у вас есть морозилка, и если в морозилке всегда есть какие-то заготовки, ни одни нечаянные, неожиданные гости, которые позвонят вам за 15 минут и скажут, что мы скоро приедем, не застанут вас врасплох. Вы будете королевой или королем при любом раскладе. Ровно через 6 минут у нас готова пицца, пельмени и демсамы. Посмотрите, какая красота. Мы выкладываем это все в тарелку. Сейчас я использую специальный нож для пиццы, но если у вас его нет, вполне подойдет обычный, который есть у вас в наличии. Мы можем украсить свежим базиликом. И приятного аппетита! Это только первая серия нашего сезона про заготовки, а дальше будет намного интереснее. Дальше будут мои любимые темы про маринование, вяленье и домашние соусы. Это те рецепты, которые даже изысканных гурманов не оставят равнодушными. Субтитры создавал DimaTorzok